Возраст в честной борьбе не помеха. Главное удержаться на велосипеде и добраться до финиша. На старт веломарафона первыми традиционно выходят дети. Самым юным участникам всего два года. Для них и дистанция соответствующая 200 метров. Это наши вторые велогонки. Сын занял второе место до 4 лет, а племянник в категории до 6 лет. Занял первое место. Рады очень. Они молодцы у нас. Мы за активный образ жизни. Любые собрания, игры, все везде. Мы с детками приучаем их участвовать, побеждать или принимать поражение. На веломарафон взяли и годовалую Яну. Пока посмотреть, в следующем сезоне решили, тоже будет выступать. Шлем и номер участника на двухколесную технику садятся все, причем даже на деревянную. Велосипед спешили изготовить специально к марафону. Сделан из ясеня. По версии производителя, вечный. Выдержит и морозы, и жару. Не подвел после 7 километров по августовскому каналу. Выглядит как новый. Стартовал последним. Когда уже 50 участников обогнал, уже перестал считать просто. Уже вошел в азарт и просто летел, как ракета на пролом. Уже на свои только силы рассчитываешь. Как говорится, на одну человеческую силу. Ну, еще как бы здесь тормоза. Классика, как в старину. То есть, кручу вперед, еду вперед. Кручу назад, торможу. Поэтому немножко растерялся, так как я на него, когда стартовал, сел вообще первый раз в жизни. Веломарафон «Суседи» ежегодно собирает свыше 700 участников. Многие специально берут отпуск, чтобы попасть сюда. Едут не только со всей Беларуси, но также из соседних стран. Самая многочисленная делегация — 100 человек из Польши. Сказался безвизовый режим. Пункт пропуска прямо на августовском канале. Эдмунд Лапудь, один из старейших участников, скоро отметит 70-летие. Он объехал полмира и, наконец, смог попасть на белорусские старты. Без велосипеда не представляю своей жизни. Отличная идея с отменой виз. Наконец, смогу посетить Августовский канал. Здесь прекрасные места. Говорят, трасса в этом году сложная, но я не боюсь. Уже 35 лет участвую в марафонах, и ничто не может меня удивить. «Суседи» считается одним из крупнейших веломарафонов Беларуси и крайне сложным. Августовский канал — уникальное место с перепадом рельефа. Территория приграничья позволяет проложить сразу несколько маршрутов разные сложности. В этом году это 7, 40 и 66 километров. Насколько можно в нашей местности разнообразную трассу проложить, мы попытались это сделать. Начиная от асфальта, лесные дороги, полевые, какие-то гравийные, где-то тропки отдельные, где-то по каким-то зарослям немного придется пробираться. В одном месте даже есть такой небольшой брод. Хотя из-за дождя, который был пару дней назад сильный, он, возможно, будет не такой уж и небольшой. Кроме того, соревновательный момент объединили с познавательным. По пути участников ждут преграды из старинных шлюзов, военных дотов и фортов времен Первой мировой. Марафон — самый главный ответственный старт. Дистанция 66 километров. Среди участников только самые опытные. Официально любители, но у многих за плечами десятки международных соревнований. Суседи — еще один шанс проверить себя. Тем более, что Гродненский веломарафон — прямой путь на европейские старты. Он является официальным этапом польских марафонов приграничья. Пока веломарафон собирает любителей покрутить педали из Польши, Литвы и России. Значительно расширить круг участников позволит включение Августовского канала в транснациональные велосети Греция-Скандинавия и Балтика-Закарпатья. Они проходят всего в 10 километрах от нашей границы. И первый шаг в этом направлении — безвизовый режим для иностранцев в зоне Августовского канала — уже сделан. Надежда Завиновская, Александр Бужуков. Наши новости. Гродненская область. Гродненская область.